МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Волга, Янзы. В Чубаксару прибыл член Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юн. Лучше нового. Чебаксарские врачи вместе с коллегой из Литвы освоили новую методику восстановления плечевого сустава. С небес на землю. Росгвардия Чувашия провела учение. Завтра, 23 мая, в Чебаксарах под председательством полномочного представителя президента России ПФО Игоря Комарова пройдет третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате Волга-Янзы. Сопредседатель Совета, член Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юн сегодня прибыл в Чувашию. В речном порту столицы господин Иван Юн встретил глава республики Михаил Игнатьев. Международный форум стартует уже завтра. Программа насыщена. Его участники и руководители 14 российских и 6 китайских регионов. И с каждым годом между регионами реки Волга и верхнего и среднего течения реки Янзы дружба улучшается, укрепляется и взаимовыгодное сотрудничество тоже развивается. В планах форума подписание ряда документов о сотрудничестве. Также гости из Китая и регионов по Волже побывают на предприятиях реального сектора экономики Чувашии. Завтра же начнет свою работу форум ассоциации вузов Волга и Янзы. Он объединяет 50 российских и 29 китайских вузов. Все подробности и ключевые события международного форума Волга и Янзы смотрите завтра в программе «Республика». И к другим новостям. Модернизация объектов ЖКХ, современная городская среда, комфортное жилье – приоритеты для сферы строительства. Представящую работу отрасли и реализацию национального проекта обсуждали сегодня на заседании Кабинета министров. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Национальный проект установил жесткие рамки для строительного бизнеса. Темп работ необходимо увеличивать, жилье должно стать более доступным. По прогнозам спрос на квартиры повысится. На этом фоне банки готовы снижать проценты по ипотеке. В 2019 году у нас запланировано построить не менее 672 тысяч квадратных метров жилья. В 2024 году выйти нужно на 916 тысяч квадратных метров жилья. Для этого созданы все условия. То есть комплексная застройка территории сегодня осуществляется на земельных участках площадью почти 2000 гектаров. С планируемым жилищным фондом почти более 7 миллионов метров квадратных жилья. Дополнительным стимулом для строительства жилья является обеспечение земельных участков объектами инженерной транспортной инфраструктуры. В 2018 году на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющим трех и более детей, из бюджета в различных уровнях и небюджетных источников выделено почти 80 миллионов рублей. Приоритетная задача ведомства – решение проблемы с обманутыми дольщиками. Совместно с прокуратурой республики мы отрабатываем, то есть постоянно встречаемся по этому вопросу. То есть отработана дорожная карта, то есть планируем в 2019 году закончить два этот самый объекта достроить. По одному объекту это по соляному планируем в 2021 году. То есть есть проблемы, есть сложности, но отрабатываем застройщиками, то есть подбираем варианты выхода. С июля долевое строительство заменят искро у счета. Глава региона отметил, что переход на новые механизмы оплаты должен пройти без сбоев. Проблемы по тем нуждающимся, которые там участвовали в этих программах между застройщиками и нашими жителями, которые в очереди там нуждаются, чтобы не возникало. Проблемы не должны создавать. Вот самое главное. Любые решения, они приемлемы в пределах законодательства, в пределах человеческих отношений. На повестке и подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону все работы по замене и капитальному ремонту сетей должны быть завершены до 15 сентября. Для бесперебойного обеспечения населения тепловой, электрической энергией, газом будут созданы нормативные запасы топлива. Также предусматриваются объемы замены ветхих тепловых и водопроводных сетей. Главной проблемой при подготовке к грядущему отопительному сезону могут стать долги за услуги ЖКХ. Михаил Игнатьев отметил, что в ближайшие годы в этой сфере необходимо навести порядок. Примером должно послужить дело коммунальных технологий. Благодаря эффективному взаимодействию с прокуратурой договор с бизнесменами аннулировали, а тепловые сети передали муниципальному предприятию. Когда органы власти на деловом уровне взаимодействуют, даже те организации, которые хотят ввести в заблуждение, вывести какие-то средства, они не могут, если даже вывели, они будут привлекаться к ответственности и соответствующие уголовные дела. Вот в ходе подготовки я прошу вас со всеми должностными милициями муниципальных образований смотреть, как финансово-хозяйственная деятельность тех или иных организаций. Глава региона поручил наладить тотальный контроль за работой управляющих компаний и пресекать несогласованные с собственниками траты. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня же Кабинет министров установил величину прожиточного минимума за первый квартал. Размер за первый квартал составил 9189 рублей, что идет с данными четвертого квартала увеличение на 6,1%. В абсолютном выражении это будет 532 рубля. Для трудоспособного населения увеличение на 6%, в абсолютных цифрах на 555 рублей. Для пенсионеров увеличение на 5,9%, в абсолютных цифрах на 417 рублей. И для детей тоже идет увеличение на 6,8%, в абсолютных цифрах на 587 рублей. По данным Министерства труда, в республике увеличились расходы на продукты питания в потребительской корзине. Повысили сцены на фрукты, овощи, в том числе и картофель. Также по услугам у нас идет вследствие увеличения цен на услуги организации культуры, жилищно-коммунальные услуги и на услуги пассажирского транспорта. Величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года увеличилась во всех 14 регионах перевозчатого федерального округа. Почему произошел рост выше, чем инфляция, мы должны говорить. То есть в то же время, с учетом всех этих цифр, потому что это первый квартал, мы консортируем, и все социальные выплаты у нас связаны с этим размером прожиточного минимума. Сейчас второй квартал, погодные условия и все остальное. Там она антимонопольная служба проверяет в отдельных регионах, там овощи, капуста пять или шесть раз подорожала. Еще один вопрос на повестке дня – реализация инвестиционной программы. Чтобы успеть реализовать все проекты, в срок необходимо как можно раньше заключить контракты с подрядчиками, отметил глава региона. Надо подтягиваться, соответственно, по многому городу Ганаш, по другим объектам. Понятно, федеральный закон 44-й пока по отдельным вопросам сдерживает. Вчера Антон Герман Силуанов, первый вице-премьер проводил, с 1 июля уступает норма новая. Там практически пользу государственных заказчиков и муниципальных заказчиков, заказчиков совершенствуется, соответственно, законодательная норма. И ущемление прав получателей бюджета тоже никакого не должно быть. А по национальному проекту здравоохранения медицинские учреждения развивают новые технологии. Чебоксарские врачи с помощью коллег из Литвы освоили новую методику восстановления плечевого сустава. Под руководством Маркоса Федороваса в Федеральном центре травматологии и ортопедии успешно прошли уже три ортроскопические операции. Привычный вывих плеча. По-медицински нестабильность сустава. Чаще всего этим страдают спортсмены и активные люди. Так и Айдар. Еще в прошлом году повредил плечо во время соревнований по борьбе. Плечо болел. Потом походил. Тоже так же, ну как это называется, мажатым. И так и не прошло. Сюда приехал. Сделали операцию. Чуть-чуть болит. Но это после операции уже. Домой завтра. Должно уже выпить. Хирургическое вмешательство по минимуму. Никаких разрезов во всю руку. Лишь два прокола. В одном – ортроскоп, передающий изображение на экран. В другом – специальный инструмент, с помощью которого восстанавливают нормальную структуру плечевого сустава. У доктора из Литвы 15-летний стаж инвазивных операций. Маркос Федоровос провел мастер-класс и выполнил три ортроскопические операции на плечевом суставе. Эти операции, как говорится, это будущее, будущее вообще всего. Потому что больной может в больнице не лежать неделю. Он лежит только в один день. Допустим, в нашей стране, в нашей клинике. Он с утра приезжает, мы оперируем этот день, другое утро выезжает. Болевые ощущения очень минимальные, потому что разрезы минимальные. Так что и восстановление достаточно быстро. Сегодня малоинвазивные методики все чаще применяются в травматологии. Такие операции легко переносят пожилые пациенты, а именно они больше всего страдают заболеваниями суставов. Сокращается и время восстановления и реабилитации. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Спецназовцы Управления Росгвардии Почувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке. Учения прошли в Цивильском районе. На полигоне бойцы ОМОН и СОБР отрабатывали действия команды в условиях спецоперации, когда приходится выполнять боевые задания не только на земле, но и в воздухе. Спецназовцам пришлось спускаться на землю из движущегося вертолета Ми-8. Спецназовцы Управления Росгвардии Почувашии не только отличные навыки десантирования, но и умения слаженно работать в составе группы. Продолжаются встречи участников кинофестиваля со зрителями. Создатели «Бессменный» руководитель киножурнала «Яролаш» Борис Грачевский привез на Чебоксарский кинофестиваль свой полнометражный фильм. Специальный показ состоялся в Новочебоксарске. А народный артист России Александр Пашутин рассказал о своих самых интересных ролях. Историю безумной любви композитора и молодой девушки с глубинки Борис Грачевский придумал давно. Работа над сценарием длилась 10 лет. Режиссер признается – в картине, как в жизни. Много смешных и грустных сцен. Это абсолютно взрослое кино. Поэтому на показ пропускали только зрителей 18+. Спецпоказ прошел при полном зале. С каждым годом фестиваль только набирает обороты. Он становится все сильнее, мощнее. И очень приятно, что наш зритель посещает в кинотеатре, посещает на все показы. Он Чебоксар всегда был культурным городом. И сегодняшний день он показывает, что масса людей, которые собрались сегодня в ожидании премьера фильма, который показывает Борис Грачевский. И мы с удовольствием тоже приехали посмотреть, порадоваться за нашу коллегу и пообщаться. Среди зрителей немало гостей кинофорума. К примеру, почетный гость из Франции, актер Биби Насери, старается посещать и конкурсные показы. Это маленький фестиваль. Нужно сказать, что есть большие фестивали, есть маленькие фестивали. Но что очень важно, это то, что все очень хорошо организовано и показывают очень хорошие фильмы. Мне тяжело произносить русские фамилии, но я знакома с режиссерами, с теми, кто работал над фильмами. Это «Бумер», «Брат». «Брат», это реализователь, который очень известен в России и очень впечатляет. И люди, которые работали над этими фильмами, они очень известны в России и их очень сильно ценят. В рамках кинофорума творческую встречу провел и народный артист России Александр Пашутин. В послужном списке Александра Сергеевича более 200 фильмов, а еще есть десятки незабываемых образов, созданных в лучших театрах родной для него Москвы. На встрече актер рассказал о своем жизненном и творческом пути. Первая картина была «Городской романс». Я снимался в массовке и пришел, и снимал Питя Тодоровский «Городской романс». Я пришел в варежки, такие у меня варежки были на резиночке, и снимался, главный герой был Женя Кендинов. И Женя со мной разговаривает, а Питя Тодоровский спросил, а что это за парень? Он говорит, это был актер, хороший актер, а мы Женя на курсе, раньше меня учился. Вот, хороший актер Саша Пашетин, да? А он говорит, варежки у меня на резиночке были, и он меня Тодоровский пригласил тут же вечером на роль доктора Крича. Вот так я сыграл доктора Крича. Вообще хотел, очень хотел сниматься, как все актеры. Александр Сергеевич исполнил свои любимые песни и прочитал несколько отрывков из произведений русских классиков. Александр Сергеевич признался зрителям, что Чувашия поразила его своим гостеприимством и красотой. Галина Титарчук, Алена Алтухова, Бахтияр Вилиев, Республика. Сборная Чувашия завоевала пять призовых мест на 27-м фестивале «Российская студ-весна», который прошел в Перми. Наши ребята вошли в число лучших в номинациях видеожурналистика, уличные танцы, драматический театр, малых форм, чир-данс-шоу, а также завоевали спецприз за исполнение песни. Всего в финале фестиваля «Российская студенческая весна» выступили 3000 участников со всех регионов страны. «Любовь, измена» и «Колдун» с этим стихотворением поэта Эдуарда Осадова, студентка новочебоксарского химико-механического техникума Дарья Семенова, стала второй на Кубке России по художественному творчеству. В горах на скале о беспутствах мечтая, Сидела измена, Худая и злая, А рядом подвешней сидела любовь, Рассветное золото в косы вплетая, Они отдыхали у горных озер И вечно вели Нескончаемый спор. Это кадры одной из репетиций Даши перед выступлением в Кубке России по художественному творчеству в номинации «Художественное слово». Чтение стихов и выступление на большой сцене девушка совмещает с учебой на втором курсе химико-механического техникума. Так уж получилось, что химию Дарья любит с самого первого урока в восьмом классе, а семья вся творческая. Так что Даша решила не выбирать, а попробовать свои силы везде. Мне очень нравится сцена. Я чувствую себя собой. Я чувствую все, что я хочу донести, что меня волнует. Мне приносит большое удовольствие. Сцена для меня – это самовыражение себя, выражение своих чувств. А химия – это профессия, которой я хочу жить. Над подачей номера работали три месяца. Стихотворение Эдуарда Осадова «Любовь, измена и колдун» выбрали вместе с Ингой Павловой – педагогом-организатором. Именно она заметила талантливую студентку. Дашу я для себя открыла в мероприятии «Алло, мы ищем таланты», где она выступала с произведением «Зинка». Она мне показалась очень творчески сильной личностью. И я решила с ней попробовать сотрудничать. Сейчас Дарья погрузилась в учебу, впереди экзамены. Но творческих планов много на то, чтобы придумать новые номера целое лето. Обсуждали новейшие технологии в лечении и говорили о юридических аспектах в своей практике. Ассоциация стоматологов Чувашия собрала на конференцию врачей со всей республики и из других регионов. Подробнее об этом далее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Болезни зубов и полости рта являются самым распространенным видом патологии человеческого организма. Люди нуждаются в стоматологической помощи с раннего детства и до глубокой старости. И с тех пор, как рыночные отношения пришли в медицину, количество частных клиник постоянно растет. Чтобы обеспечить пациентам клиник с разной формой собственности качественную помощь, руководителям требуется решить ряд правовых, организационных, управленческих и экономических вопросов. Юридические аспекты в практике стоматологических клиник. Так звучала основная тема очередной научно-практической конференции руководителей частных стоматологий. Это научно-практическая конференция у нас уже 12 по счету. Мы каждый год проводим эту конференцию, объединяем всех руководителей частных клиник Чувашской республики. Здесь не только Чувашская, но и приезжают из Республики Татарстана, Марийской республики. Это большой обмен опытом. Я считаю, что частные стоматологи, они не конкуренты друг для друга. Мы коллеги. Клиник становится каждым годом все больше и больше, а мы должны их всех знать, всех объединять под флагом ассоциации стоматологов Чувашской республики, чтобы мы были как единая команда. На базе клиники Дентомед в Чебоксарах руководители заведующей и врачи частных стоматологий говорили о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, обсуждали проблемы современного постдипломного образования и безопасность ведения бизнеса в сфере медицинских услуг. Сегодняшняя конференция – это отличная площадка для обмена опытом, для того, чтобы можно было обсудить какие-то новые технологии, можно было претворить в жизнь новые идеи, новые начинания. Мероприятие, которое проводится клиникой Дентомед в рамках деятельности Ассоциации стоматологов Чувашской республики, оно примечательно тем, что оно, во-первых, является своего рода уникальным во всем Попробовском регионе и всегда темы очень злободневные, очень актуальные. Помимо ведущих специалистов отрасли, с участниками встретился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александр Рыбаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова